В эти выходные о мяче ждет сразу два крупных зимних спортивных праздника. 10 февраля на лыжной базе Аграрного университета состоится уже 36-я всероссийская гонка «Лыжня России». А в воскресенье всех приглашают на празднование Дня зимних видов спорта, который пройдет на открытой площадке Ледового дворца спорта имени Вячеслава Фетисова. О том, чего ожидать в этом году от самой массовой лыжной гонки, на пресс-конференции рассказал заместитель министра спорта Алексей Фадин. На сегодняшний день у нас Омская область заявляет до 8 тысяч участников. Но традиционно, опять же, мы привлекаем, предлагаем и с огромным удовольствием отзываются муниципальные районы. В этом году у нас их 15, где общая численность насчитывается, которых до 4 тысяч человек. Ну, соответственно, 4 тысячи, ровно половина, остается у нас на город Омск. То есть до 4 тысяч мы ожидаем количества участников 10 февраля на территории Львовского государственного университета. Торжественное открытие мероприятия намечено на 11.45, после чего на старт выйдут участники вип-гонки, которым предстоит пройти на лыжах 2 километра. Далее побегут мальчики и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщины, чтобы покорить расстояние в 2, 5 и 10 километров соответственно. О дне зимних видов спорта, призванном напомнить стране об Олимпиаде 2014 года, журналистам рассказал вице-президент областного Олимпийского совета Владимир Лобков. Поучаствовать в этом празднике омичей приглашают 11 февраля в 13.00. Гостей ждет насыщенная конкурсная программа, а самых активных участников – памятные призы от Олимпийского комитета России. Пригласили мы и наших знаменитых спортсменов. Естественно, Яну Романову пригласили, Бацевича Лену и Тищенко Алексеев. Яна Романова придет в свои спортивные экипировки. Она будет показывать детям, обучать их катанию на лыжах. Это будет, с моей точки зрения, замечательно. Наверное, это будет интересно не только для тех, кто придет как зрителей, но и будет участие. Мы надеемся, что человек 500-600 там будет. Также у всех желающих будет возможность побывать на мастер-классах и поучиться катанию на коньках у опытных инструкторов. Выход на лед будет бесплатным до 9 часов вечера.